друзья всем привет с вами владимир шемит и сегодня у нас второй день отдыха в мармарисе в отеле халиджи 3 звезды сегодня у нас уже будет второй ужин первый я вам уже показывал рассказывал и сегодня я вам покажу второй вариант ужина почему потому что сегодня у нас другие блюда и естественно вам нужно это показать чтобы вы это увидели своими глазами почему потому что видите все-таки питание здесь меняется то есть есть разнообразие в плане по дням не по количеству а по дням сегодня допустим у нас будет другие другие блюда не такие как были вчера в общем сейчас я вам все это покажу а еще что хотел рассказать то что я вам не показывал том что все столовые приборы вот упакованы каждый прибор такую вот упаковочку то есть продезинфицированное естественно все я так думаю ну и все вот так вот сервировано есть такие требования я так понимаю турции в плане ресторана дальше что еще хотел сказать тоже я вам это не показывал на каждом столике есть дезинфектор для ручек ваших то есть обязательно на каждом столике это вы всегда найдете в отеле халиджи 3 звезды ну на данный момент времени когда я сейчас в нем отдыхаю и видите какая картинка то есть принципе отель старается придерживаться всех норм техники безопасности для того чтобы туристы отдыхали комфортно и безопасно в условиях пандемии которая коснулась всего мира в общем давайте посмотрим какие же блюда у нас сегодня на ужин в отеле халиджи 3 звезды погнали так друзья смотрите это вот у нас рыбка дальше у нас какое-то рагу что-то в этом роде потом пюрешка очень реально такое вкуснятина курочка в каком-то соусе это у нас клоу тоже обалденно вкусные идеи индейка намного вкуснее чем было вчера ну и стол с салатами смотрите принципе практически все то же самое из салатов что было вчера друзья все свежие все красивое и все вкусные все точно единственное что вот салат там с курочкой нежной курочкой воду друзья очень вкусный салат но я его сегодня себе вечером не брал я его брал в обед потому что ну не знаю ну как-то доелся я его в общем супер все супер и сладкий стол друзья ну небольшое отличие в сладком столе смотрите значит вот это вот пирожное которое вот у вас на экране новое вот это вот вчера тоже не было на ужин и и и и вот это вот зеленого не было но это в принципе интерпретации все вот у нас пахлава пахлава ваш шоколадом сегодня я не знаю наверно с какими-то фрукты повторяется дыня и виноград так друзья мы поужинали сегодня второй день нашего отдыха еще раз напоминаю это второй наш ужин и теперь я делюсь с вами моим отзывом о ужине в отеле хали же три звезды сегодня ужин был намного интереснее если его сравнивать с вчерашним днем во первых была рыбка рыбка просто идеально вкусная лично для меня она была очень 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 вкусно мне очень понравилась рыбка значит косточки я вообще не почувствовал то есть они рыбка прожаренная она нежная мягенькая мяско но косточки они ну знаете как у рыбы если там ее правильно готовить мелкие косточки они как-то не растворяются я не знаю что с ними происходит то есть они не чувствуются во время еды так вот супруга говорит что эти косточки ну грубо говоря можно сказать вот так вот раз растворились дальше мясо индейка очень вкусно по сравнению с вчерашним днем приготовление ее было ну лучше сегодня имеется ввиду в этом виде как она есть потом курочка в каком-то белом соусе я не знаю что это сметана йогурт или я не знаю что это но мясо такое нежное было ну просто пальчики оближешь очень вкусная курочка была рис то есть ну это плов тоже очень вкусный там мяско было наверно говядина ну ребят мне тоже очень понравился плов салаты естественно полностью все свежие все вкусные все ну ребят ну вообще без вопросов для трехзвездочного отеля просто ну классные вообще питание ну сладкий стол я вам показал небольшое отличие по сравнению с вчерашним днем буквально небольшое очень маленькое отличие принципе несущественно но тоже все вкусно было для меня значит фрукты фрукты опять виноград и дынька опять они идут изо дня в день и на обед и на ужин то есть пока что изменений по фруктам нету мне достаточно фруктов реально мне достаточно винограда то есть тут объешься принципе как бы сколько ты ты хочешь сколько тебе дадут принципе любое блюдо сколько ты хочешь только единственно нужно договорить и очень большой минус недостаток минус смотря для кого но это не наверное может быть даже несущественный минус или недостаток в том что персонал естественно не говорит на русском языке поэтому фразы соусов чуть-чуть там еще и тому подобные такие как бы желательно загуглить переводчики как бы и говорить там то то можно еще посмотреть как будет там салат помидоры и тому подобные все эти названия на английском языке за одно и свое развитие как бы поправить в знаниях английского языка иностранного ну и принципе как бы будет легче хотя не обязательно то есть берешь показываешь мне вот это вот пальцем без проблем все работает но пробуем вообще но никаких проблем все что хотите сколько хотите в том количестве хоть хоть тарелку полную с горой навалите ну попросите чтобы вам наложили фахм положит наверное дальше вино значит моя супруга пьет розовое вино ну говорит ничего нормально я попробовал ну да ничего но я не любитель вина вообще ну в целом как бы ну ничего более-менее для трех звезд вообще было отличное наверное вино потому что за напитки особенно алкоголь друзья я сниму для вас отдельное видео там я расскажу какой здесь есть алкоголь что она вкусно не вкусно я пью пиво тубор общался с туристами туристы говорят нормальное пиво то есть вообще как бы для трех звезд потому что у многих трех звездах бывает алкоголь ну вообще обрезаны либо пиво либо там рак и их не местные либо либо вообще бывает алкоголя нету бывает даже заявлено какой-то алкоголь либо вино либо пиво из такого это его может быть не быть в отеле поэтому ребят тут уже как бы по алкоголю вообще это три звезды отлично реально То есть я удивлен тем алкоголем, который уже есть Из крепкого я ничего не пробовал, но я же говорю Отдельное видео я обязательно вам сделаю по алкоголю Ну и в продолжение я хотел бы еще раз сделать ваш акцент на группе в фейсбуке Форум туристов Я туда выкладываю в основном фотографии Моя супруга в основном выкладывает туда фотографии То есть вот мы сфотографировали блюдо, то есть как нам насыпали вот эту еду Я ее не использую в видео и я не показываю, что у меня лично в тарелке в видео Друзья, ну не знаю, я как-то на видео не люблю этот момент именно в видео А вот фотографии выходят привлекательные Ну как, я просто сфотографировал и просто взял, сразу запостил в эту группу в фейсбуке форум туристов Для того, чтобы вы видели, что мы там, допустим, кушаем И поэтому я вас приглашаю в эту группу в фейсбуке Присоединяйтесь, ссылочка будет в описании к этому видео Обязательно посмотрите, заходите туда Используйте эту группу, пользуйтесь, смотрите там информацию Добавляйте свою информацию, ваши отзывы, ваши фотографии Почему я ее сделал? Почему я сделал эту группу в форум туристов в фейсбуке? Потому что это очень удобно Вы пишете иногда отзывы И я всегда там спрашиваю информацию, чтобы вы уточнили некоторую информацию Но кроме того, что вы пишете Хорошо бы было, если бы еще вы могли прискать фотографию Вот, допустим, где-то какой-то обдертый номер с грибком Или еще с чем-то в этом роде Вы можете это запостить в группе Ваш отзыв И это будет подсказкой для других туристов А вы, в свою очередь, сможете посмотреть информацию, которая вас интересует То есть от других участников группы, других туристов себе подсказку То есть будем друг другу помогать, друзья И поэтому я сделал эту группу, чтобы вы могли делиться своими там фотографиями Своими видео в этой группе То есть, но обязательно нужно эту всю информацию именно загружать в эту группу То есть фотографии Есть фотография у вас? Отправьте фотографию в группу Напишите там, классное питание в таком отеле Вот, свою фотографию Либо там плохой обдертый номер в таком отеле Ну, можете написать еще вообще там обширное Чем больше и детальнее вы это расскажете Тем будет больше полезно для туристов Еще раз говорю, друзья Давайте друг другу помогать отдыхать с самыми положительными впечатлениями Спасибо всем за внимание Пишите в комментариях тут под этим видео Что вам нравится, что не нравится Ваши отзывы по отелю Халичи Три звезды в Марморисе Подписывайтесь на канал Кнопочка подписаться внизу под этим видео Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых обзорах на моем канале Еще раз благодарю всех за внимание За то, что вы смотрите наш канал Всем позитива Всем отличного настроения Всем только самых лучших впечатлений от ваших путешествий С вами ваш Владимир Шемет До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok